Однажды жил Дровосек с двумя детьми и их мачехой. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жили они так бедно, что порой даже кушать нечего было. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая, как дальше детей прокормить. Жена советовала ему завести детей в лес, распалить костер, дать по кусочку хлеба и оставить их там. Не помирать же им всем четверым от голода. Но Дровосек не соглашался, и до тех пор жена уговаривала его, что он наконец согласился. А детки с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. И когда родители уснули, Гензель тайно выскочил из дома. Месяц светел ярко, и белые камушки блестели словно монетки. Гензель набрал в карманах столько, сколько могло влезть. Потом он вернулся домой, и дети легли спать. Утром мачеха пришла к детям, дала каждому по кусочку хлеба, и они все вместе направились в лес. По дороге Гензель выкидывал белые камушки один за другим. Когда они пришли на поляну, отец принялся разжигать костер. Он приказал детям сидеть возле огня и следить, чтобы тот не погас, а они с мачехой пойдут за дровишками побольше. Сидели они, сидели, устали и крепко уснули. Когда же дети проснулись, кругом была темная ночь. И когда на небе поднялся полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по камешкам, которые блестели, как новые монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет они шли, и на рассвете пришли к отцовскому дому. Прошло какое-то время, и дети опять услышали, как мачеха однажды ночью стала упрашивать отца избавиться от детей. Он отказывался, но жена и слушать его не хотела, ругалась и высказывала ему всякие упреки. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, хотел набрать камней, но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Рано утром детям раздали по кусочку хлеба, еще меньше, чем в прошлый раз. По пути в лес Гензель измельчил свой кусок в кармане и бросал крошки на землю. Мачеха еще дальше завела их в лес. Опять был разведен большой костер, и отец приказал детям следить за огнем, пока они с мачехой нарубят дровишек побольше. Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелью, и они уснули. Проснулись уже тогда, когда наступила темная ночь. И вот взошел месяц, и собрались они в путь дорогу, но не смогли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу, давно уже поклевали те крошки. Так дети шли очень долго, но выйти из леса никак не могли. Вдруг дорога вывела их к избушке. Подойдя поближе, дети увидели, что дом весь построен из хлеба и печенья, а окна – из чистого сахара. Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, а Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницей. И тут дверь в избушке Настеж распахнулась, и вышла из нее старуха, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха была добра и пригласила в свою избушку. Там на столе уже стояла обильная еда – молоко, печенье, яблоки и орехи. По обедам, старуха застелила деткам две чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой подумали, что попали в самый рай. Но старуха только прикинулась ласково. На самом деле была она злой ведьмой, которая свою хлебную избушку для того и построила, чтобы детей замаривать. Рано утром, пока дети спали, она взяла Гензеля и посадила в маленькую клетку. А сестричке приказала делать все, чего от нее злая ведьма требовала. Старуха задумала откормить мальчика, чтобы потом съесть его. Вот и стала Гретель варить самое вкусное кушанье Гензелю, а самой доставались одни только объедки. Прошло некоторое время, а мальчик все не жирел. Тогда старуха не захотела дольше ждать и решила сварить и съесть Гензеля. Она приказала Гретель растопить печь и наносить воды. Когда печь разгорелась, старуха приказала ей залезть в печь и посмотреть, достаточно ли в ней жар. Так она хотела затолкнуть девчонку в агонии с печью, но Гретель поняла, что у нее новое. Она сказала, что не знает, как туда лезть, и попросила, чтобы ведьма сама показала. Рассердилась старуха и полезла в печь. Тогда Гретель подтолкнула ее и захлопнула за ведьмой заслонку. Ух, как страшно взвыла тогда старуха! А Гретель тем временем бросилась Гензелю и открыла клетку. Освободив брата, они пошли в комнату ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными камнями. Набили ими свои карманы и отправились домой. Несколько дней дети искали дорогу назад. Лес стал казаться все более и более знакомым, и, наконец, они увидели вдали дом своего отца. Как он был рад увидеть своих деток живыми! Гензель и Гретель высыпали на пол все жемчуга и драгоценные камни, которые они забрали у ведьмы. Тут уж о пропитании не надо было думать. И стали они жить-поживать, да радоваться. А злую мачеху отец выгнал из дома. Жила однажды женщина, у которой не было детей. Отправилась она как-то раз к доброй колдунье за помощью. Женщина сказала, что мечтает о ребенке. Колдунья дала ей зернышко и велела посадить его в цветочный горшок. Женщина очень обрадовалась, поблагодарила старуху и пошла домой. Дома она посадила зернышко, полила его и стала терпеливо ждать. В скором времени в горшке вырос большой чудесный цветок, похожий на тюльпан. Когда его лепестки раскрылись, внутри оказалась крошечная девочка. Она была очень маленькая, не больше дюйма. Поэтому женщина и назвала ее дюймовочкой. Однажды ночью, когда дюймовочка крепко спала, на окно дома взобралась большущая жаба, мокрая и безобразная. Она схватила спящую девочку и поспешила на свое болото. Жаба решила женить своего уродливого сынка на красавице дюймовочке. Она посадила ее посередине реки на широкий лист лилии, чтобы девочка не сбежала. Утром дюймовочка проснулась и поняла, что она не дома, а вокруг нее вода. Когда девочка поняла, какая страшная участь ее ожидает, она горько заплакала. В этот момент мимо проплывали маленькие рыбки. Им стало жалко дюймовочку. Они перегрызли стебель лилии, и листок поплыл по течению вместе с девочкой. Мимо пролетал крупный жук. Увидев красивую девочку, он схватил ее и унес на дерево, где представил своим знакомым. Все они завидовали ее красоте, но сказали, что дюймовочка очень некрасивая, и не может находиться в их обществе. Под давлением знакомых, жук также решил, что она безобразно, спустил девочку на землю и попрощался. Все лето дюймовочка жила одна в лесу. Из травинок и листьев она сплела себе колыбельку. Питалась она цветочной пыльцой и росой, в ясную погоду грелась на солнышке, а от дождика скрывалась под большим листом лопуха. Но вскоре пришли холодные дожди и ветра. У дюймовочки не было зимнего наряда, и она стала мерзнуть. Девочка страдала от голода и холода. И однажды ее приютила полевая мышь. Они славно зажили вместе, девочка помогала мыши по хозяйству, рассказывала ей сказки, а взамен получала теплое жилье и пропитание. У полевой мыши был сосед, богатый слепой крот, который тем и занимался, что все время пересчитывал свое богатство. Даже будучи слепым, крот понял, что дюймовочка очень милая, и предложил жениться на ней. Но девочка была совсем не рада этому, ей не нравился скучный крот. Однажды, гуляя по подземным переходам, дюймовочка увидела раненую ласточку, которая чуть не умерла от холода. Всю зиму она ухаживала за больной птичкой и к весне вылечила ее. Перед свадьбой дюймовочка попросила мышь отпустить ее наверх полюбоваться напоследок солнышком. Когда она вылезла из мышиной норы, то увидела ласточку, которую вылечила. Дюймовочка пожаловалась птице, что ее заставляют выйти замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землей. Ласточка предложила девочке улететь с ней в теплые края, и та согласилась. Она быстро попрощалась с мышью, забралась на ласточку, и они улетели. Оказавшись в чудесной стране, дюймовочка увидела огромную поляну с прекрасными цветами. Она выбрала себе самый красивый цветок для жилья. Вдруг, она увидела в цветке такого же маленького человечка, как и она, только с крылышками. Это был король эльфов. И в каждом цветке жил эльф. Прекрасный эльф никогда не видел девушки такой же маленькой, как и он сам, да еще и такой красивой. Он сразу влюбился в дюймовочку, и предложил ей стать его женой, королевой эльфов и царицей цветов. После всех своих приключений, девочка была счастлива услышать такое предложение от очаровательного принца. Она с радостью согласилась. Эльф взял дюймовочку за руку, и в тот же миг у нее за спиной появилось два крыла. Теперь она стала королевой эльфов. И с тех пор они жили долго и счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok